Всем привет, друзья! Меня зовут Матвей, и я все еще эксперт по заработку в интернете. Сегодня мы поговорим о том, какая модель монетизации будет у Перископа. Ну а подробнее о том, что такое Перископ, я рекомендую вам узнать в видео по ссылке на экране и в описании. Если вы первый раз про Перископ, лучше посмотрите сначала то видео, а потом вернетесь к этому. Итак, первая вещь, которая уже сейчас есть в Перископе, и люди уже на этом зарабатывают, это делиться подписчиками. Можете, например, посмотреть Е. Ивангая, не к ночи, конечно, быть помянутым ему, но тем не менее, да? Он делал такую штуку в эфире, я специально посмотрел, это было довольно интересно. Именно как это работает в Перископе, сам персонаж мне не интересен. Он нажимал кнопку, да, и его подписчики видели какую-то трансляцию, и они с удовольствием туда заходили. А он снимал видео, стебался. Ну то есть людям сваливалось 500, допустим, зрителей. Это интересно. 500 зрителей, с нифига, это прикольно. Вот. Естественно, с развитием его канала, с развитием других каналов, это можно будет делать платно. То есть я оставляю ссылку, и мои подписчики переходят на ваш канал. Это хорошо будет работать, если у вас похожая тематика, ну как бы это очевидно, да? Если вы мальчик, который снимает машинки, делитесь трансляцией мальчика, который снимает машинки, к нему переходит много зрителей, много подписываться на него. Это очень здорово. Делиться подписчиками, работает уже сейчас, люди уже на этом зарабатывают. Я думаю, что пока немного, но тем не менее, да? Вот. Люди, кстати, еще сейчас накручивают Перископы, это очень актуальная тема. Я, например, накруткой пользоваться не стал, потому что я не люблю, когда трафик мертвый. То есть я потом не люблю считать этих мертвых мертвых душ, и мне интереснее пока с живым трафиком поработать. Следующая модель, которая, вероятно, будет в Перископе, это Donations. Вот. Но модели, которые я не уверен, да? Ну как бы я же не владелец Перископа. Вот. Пожертвования. Как работают пожертвования? Ну, например, как они хорошо работают, на мой взгляд, в том же самом Твиче, да? Вот стримит какой-нибудь чувак, смотрит его 3000 человек. Вы хотите ему персонально задать вопрос. Вы платите 15 рублей, это залетает на экран. Я так делал, делал в разных эфирах, и это делают популярные блогеры, или просто сказать спасибо блогеру. То есть модель пожертвования, она вполне может быть в Перископе. Как это будет выглядеть, да? Ну, вы знаете, чат в Перископе идет сбоку, а, допустим, если тебе пожертвовали там 100 рублей, посредине экрана может быть какая-то надпись, что там Team4 пожертвовал тебе 100 рублей. Вот. Вот. Скорее всего, такая модель будет. Будет ли Перископ имеет 100% или это будут какие-то сторонние приложения, сервисы? Не знаю на данный момент. Вот. Что может быть еще в Перископе? Ну, это может быть обычная реклама, да? Реклама в видео, я напишу. Вот. То есть, ну, ваша трансляция может прерываться на несколько секунд, как это делается на Твиче, например, да? Кстати, на YouTube тоже же можно во время трансляции вставлять рекламу. То есть, ну, вот какой-то при-ролл, пост-ролл конкретный, да? Реклама в начале вашей трансляции, реклама в конце трансляции, посередине трансляции. Трансляция может прерываться на несколько секунд, чтобы была размещена какая-то реклама. Реклама, как известно, нас всех кормит. Поэтому, боже, храни рекламу. Вот. Следующий момент. Это, скорее всего, да, это может использоваться именно самим Перископом. То есть, Перископ может быть сам будет сделать какую-то монетизацию. Ну, мелким может быть нет, а крупным позволит зарабатывать с этого, понятно. Вот. Еще одна модель – это Product Placement. То есть, это когда мы рекламируем какую-то штуку, да, в ролике, но как бы просто опосредованно. Можете почитать об этом подробнее, но соль в том, что, например, если я во всех роликах буду пользоваться каким-то необычным девайсом, или там, юзать какую-то специальную штуку, некоторые люди, которые меня уважают, которым я интересен, или просто случайно, будут смотреть, типа, ой, это неплохая вещь. Ну, например, так у нас бывает с мышками, нам часто спонсоры присылают мышки. Так может быть с iPhone. То есть, ну, реально, вот iPhone, я вижу очень у многих людей, у которых уровень достатка средний или выше. То есть, ну, вот реально, очень у многих вижу iPhone, там, пятый, шестой. То есть, iPhone – это показатель некоторой успешности. Но это, опять же, очень спорно, да. Но, тем не менее, если я буду все время следить iPhone, да, и говорить, что для заработка в интернете лучше телефон – это iPhone, то люди будут, как бы, ну, верить, и, возможно, iPhone будет лучше продаваться у меня. Это может работать и на более мелких примерах, да, если у меня будет классная футболка, люди могут спросить, где я взял футболку и так далее. Product Placement. Это работает уже сейчас, этим можно уже сейчас пользоваться, если у вас есть какие-то прикольные продукты. Вот. Ну, и последняя, да, как бы, модель, которая тоже, возможно, будет в Перископе, возможно, не будет, это, возможно, платная подписка. Платная подписка будет давать какие-то бонусы. Ну, на Твиче, например, она дает специальные смайлики. На Твиче она дает возможность, там, в чате выделяться каким-то специальным цветом. Возможно, она даст вопрос приоритетно задавать, даст возможность приоритетно задавать вопрос блогеру. То есть, ну, вот, скорее всего, примерно в этих направлениях что-то на Перископе будет. Вот, но опять же, я ставлю три вопроса, когда будут ли donations, будет ли реклама в видео, будет ли платная подписка, пока лично мне непонятно, я не владелец Перископа, повторюсь, но делиться с подписчиками, размещать product placement и прокачивать свою медийность, что очень важно, Перископ уже позволяет, с удовольствием пользуюсь Перископом. Сегодня был краток, да, ребят, но я думаю, что сегодня был полезен и по делу. Спасибо всем, смотрите мой канал, подписывайтесь и не забывайте, ребят, секрет успеха, белые наушники.